Большая коробочка, однако. Всем привет, я Артём Кашканов, и сегодня у нас на обзоре высокоскоростной принтер Flying Beer S1. Компания любезно предоставила его мне на обзор, а также на дальнейшее использование. И сегодня хочу сравнить его с предшественником. В моём случае это пятый призрак, я владею им уже пару лет. После некоторых доработок очень беспроблемный вариант. В моём случае у него плата со съёмными драйверами, и на оси Z, и на экструдере стояли шумные дрова, я их заменил. И по заветам Соркина переделал Боуден на Директ. В случае с Flying Beer S1 здесь уже стоят тихие дрова. Блок питания 24 вольта, 360 ватт. Сама плата 5 дров, XY экструдер и 2 мотора по Z. Вот они как раз снизу торчат. Весь мусор сюда летит. Вот здесь скрывается процессор, 2 планки оперативки, MMC-шка, и вот эта STM-шка рульт у нас всем остальным. Прошивка Clipper, а также Linu-H, которая всем этим управляет, потому что он очень быстрый. Он умеет печатать на скорости до 600 мм в секунду, ускорения до 20 тысяч. Рабочая зона у него порядка 200 мм. В отличие от пятого медведя, здесь квадратный стол, но зато он печатает чуть больше в высоту. В принципе, видно, что S1 стал немного выше, даже не считая колпака, а с колпаком он совсем большим стал. Принтер приходит полностью собранным. Необходимо только убрать транспортировочный пенопласт, срезать стяжки с экструдера и установить дисплей. Так, все Excessive Materials мы удалили, все чистенько удали. И на всякий случай я его туда-сюда повожу, потрогаю, ничего не вижу, вроде все хорошо. Он увидел Wi-Fi, это хорошо. Лучшее изобретение человечества это принтер, который коннектится по Wi-Fi. В отличие от листового металла в пятом медведя, да и, по-моему, в шестом, здесь экструзированный алюминиевый профиль. Все стянуто мелкими винтиками, возможно, их стоит переставить потом на фиксатор резьбы. Это по ситуации. Дверка стеклянная, мне она очень нравится. Держится на магнитиках, все четенько. Стол здесь магнитный, с таким специальным покрытием. Столик, кстати, двухсторонний. Я вот на нем уже что-то успел понапечатать. Ставится довольно легко, но ни одной рукой. Самое главное, столик имеет четыре направляющих, два винта. И вот такого вот уже не будет. Хотя, честно скажу, я его один раз настроил и забыл. В принципе, такая конструкция проблем мне не создает. Но это выглядит намного, намного жестче. Правда, почему-то криво изначально приехал. Но я думаю, это не проблема. Кажется, здесь должна быть калибровка. Сейчас он сделает калибровку температуры. Потом компенсацию резонанса. Это даже интересно. И потом он еще и сделает автоуровень. Что меня очень радует. У меня проблема. Мне на нем нечего печатать. Сейчас будем думать. Принтур же минут 10 стоит, вибрирует головкой на разных частотах, в разных плоскостях. Видимо, внутри у него скрипят электронные мозги, и он что-то считает. Кинематика здесь Core XY. Об мотора неподвижны. Их можно поставить побольше и потяжелее. Но при этом каретку сделать легенькой, даже водрузив на нее мотор экструдера. Башка на каретке снимается. Здесь у нас две небольших турбинки. Небольшое охлаждение для экструдера. Нагреватель тут, говорят, керамический. С биметаллическим термобарьером. Ну, посмотрим, что к чему. Как минимум, все это удобно ставится. Удобно наверняка заменяется. Ремни выглядят достаточно уверенно. Вот так вот выглядят ремни на пятерке после двух лет. Не самой интенсивной эксплуатации. Думаю, еще годик-другой. И стоит их поменять. Есть один небольшой косяк. Этот готов к работе. Этот тугодумит. Не знаю, насколько это будет критично, не критично. Тут еще надо выяснить. Он шумит. У него постоянно там где-то внутри работает вентилятор. Этот нет. Поэтому он может сутками у меня тут стоять. Я его забываю выключить. Этот, видимо, придется выключать. Вот. Наконец-то он включился. Секунд 30 примерно у него на это ушло. Ну, когда печать идет несколько часов, а то и десятков, это, наверное, не так критично. Но сам факт этого, конечно, немножко напрягает. Отправил на печать файл. Хочу проконтролировать Pressure Advance. Но он опять ушел на калибровку стола. И за 11 минут у нас появилась вот такая красота. И где-то не помещается. В мой микроскоп. Смотрим. Вот они. Две самые аккуратные линии. 0,076 и 0,08. Думаю, 0,078 для этого пластика будет лучше всего. Что мне больше всего нравится, что здесь по умолчанию есть свет. Когда печатаешь какие-то детали, все видно. И если этот принтер не привлекает внимание моих детей, то здесь сын просто может несколько часов стоять и наблюдать, как принтер печатает. А вот как раз и решилась проблема, что мне нечего печатать. Я упал на руль и сломал его. Дети катаются вдвоем. Один сидит тут, вторая на руле. И руль выдерживает. А вот папкин вес не выдержал. Ну, сейчас попробуем запустить. Через два с половиной часа деталь будет готова. Быстро. Но что-то пошло не так. Кажется, надо еще немного понастраивать. Кто-то из подписчиков сказал, что возможно у меня сыроватый пластик. Но купил себе сушилку пластика. Здесь стоят две катушки. Можно непосредственно подать пруток в принтер, что я в общем-то и сделал. Смотрите, какая заметная разница между пластиком, который был просушен и до просушки. Вот эта деталь 200-400 миллиметров. Посмотрите, все грани абсолютно ровные. Никакой ряби, ничего нет. А вот эта деталь 100-300 миллиметров. Посмотрите, здесь все грани порваны. Вот этот угол, который вот этому соответствует, на 300 миллиметрах порван. Раньше не работал на высоких скоростях и не замечал проблемы с влажным пластиком. Ну, теперь буду сушить пластик и работать на высоких скоростях. Гайвер, ты не тем печатаешь. 500-600 миллиметров. И все идеально. Блин, офигеть. АБС настолько хорошо работает после просушки. Ребята, сушите пластик. Я просто в шоке. Сейчас еще раз сделаю тест потока. Посмотрим, что из этого получится. Не, ребят, я серьезно говорю, сушите пластик. Если прошлое было 0,8 нормальным, то здесь вообще идут разрывы. О, пожалуйста, разрывы до этих 0,8. И где-то от 0,52 до 0,62, наверное, самое оптимальное. Я думаю, можно поставить спокойно 0,57, а не 0,8. То есть какая огромная разница, когда у тебя сухой новый пластик. Походу надо обзор на сушилку делать, а не на принтер. Только я обрадовался, что с высушенным пластиком деталь стала печататься хорошо. И только я хотел сказать, что вообще-то наличие датчика филамента реально крутая штука. Принтер ночью остановился, и я смог утром спокойно поменять катушку закончившегося пластика на новый. А самое главное, пластик заканчивается полностью. И мне не нужно думать, куда деть оставшиеся пару-тройку метров филамента. Как новая катушка завязалась узлом. Ну, это мой косяк, конечно, но неприятненько вышло. Ну вот, из белого просушенного АБСа все напечаталось как надо. Мне, конечно, напрягают вот всегда вот эти вот переходы видимые, которые идут на каких-то отдельных деталях. По прочности я не думаю, что я ее смогу сломать. Если уж двое детей на такой детали катаются, то руками ее точно не переломить. Увидел прикольный шорт, где чувак напечатал меч. Уронил его. Ну, е-мое. И он развалился. Решил перепечатать из СБС пластика. Но за ночь засорилось сопло, напечаталась только нижняя часть. Самым сложно было отодрать СБС пластик от стола. Такого я еще не видел. Посмотрите, что стало с СБСом. Он там забился наглухо просто. Да. А еще вот эта вот штучка упал куда-то вот туда. Это вот касаемо того, что такая конфигурация дна неудобная. Я искал тебя 20 минут! Где было непонятно. В общем, в плане ремонтопригодности, ни в коем случае не запускайте падение вот таких мелких деталей куда-то туда. Оно остается где-то там. Откуда вывалилось? Не знаю. Ну и на это у меня пока все. Впереди мне предстоит печатать множество деталей для корпс-лампового компьютера. Направляющие, держатель для плат. С1 может печатать в полтора-два раз быстрее, чем пятерка. Как минимум потому, что пластики ограничивают возможную скорость печати. Мне этот принтер зашел. В принципе, купил и печатай. Да, он заметно дороже, чем пятерка и шестерка. Он в одной весовой категории с принтером Крельт К1. В общем, подписывайтесь на канал, на телегу. Ждите видос про пишущую машинку консул. Ну и пока, до новых встреч!